БИБЛИЯ ГОВОРИТ Если буду юридически помогать неверующим людям разводиться С одной стороны, не я же развожусь А с другой стороны, я участвую в грехе, совершаемом другими людьми Подскажите, пожалуйста, что Библия об этом говорит? Очень интересный вопрос И Библия говорит недвусмысленно о том, что соучастие в грехах других людей Это тоже грех, и нам нужно избегать его Если кто-то ворует, и я помогаю ему воровать Не я же ворую, но я становлюсь соучастником в этих вещах Или же кто-то занимается прелюбодеянием, а я помогаю этому, свожу каким-то образом То этот человек грешит, но то, что я делаю, оно противно Богу Это богопротивное действие Поэтому в подобных ситуациях здесь нужно очень хорошо подумать Этой женщине Сказать, что она не может, что христианка не может работать в такой практике То, наверное, это не совсем правильно Но очень большой шанс, что если она будет работать по-христиански То она ничего не заработает То есть тогда, когда к ней приходят разводиться, она будет помогать им не развестись Помогать им остаться вместе Кстати, я знаю людей, которые занимаются их бизнесом, они делают займы людям И они вот в некоторых случаях, они наоборот убеждают своих клиентов не брать займ Потому что они видят, что он не способен будет его потянуть Вот это честный подход И если вот с таким же подходом подходить к вопросу семей То, может быть, да, в каких-то случаях, когда речь идет об угрозе жизни женщины Когда речь идет о прелюбодеянии Тогда Писание не запрещает разводиться И помочь им в этом, наверное, благородное дело Конечно, там нужно посмотреть процент всех вот этих вещей Если есть там много других сфер, которые связаны с усыновлением Или же какие-то другие вопросы семейного права И нужно посмотреть, насколько ты сможешь честно перед Богом заниматься этой практикой И чтобы ты, когда это делаешь, чтобы тебя совесть не судила Что ты делаешь то, что Богу противно Это очень серьезный, очень важный вопрос Я приведу тебе вот какой пример Наверное, года два тому назад в одном районе Я уже не помню в каком штате Но в одном из штатов Америки, в одном районе Районная судья, женщина, которая отвечает за вопросы не разводов А вопросы браков То есть, каждый брак регистрируется и должен выдаваться документ специально Его этот документ подписывает, потом может подписывать служитель церкви Какой-то пастор, но выдает этот документ судья Специальный поставленный клерк, который этим занимается Который имеет юридическую подготовку Так вот, одна судья отказалась выдавать документы для однополных браков Почему? Потому что совесть ее не позволяет Она видит, что это Бога противно Это то, что невозможно делать Я не помню, чем закончилась эта история Помню только, что она вышла на страницы новостных лент Два-три года тому назад Вот это пример того, как человек, занимаясь юридической практикой Соприкасается со сферой, в которой его служение Христу Входит в противоречие с теми обязанностями, которые на него возлагает закон И его положение здесь, как слуги закон В данном случае закон регламентирует позволять или же помогать вступать в брак всем Вот точно так может попасть эта женщина, когда закон говорит Тебе какое дело, по какой причине они разводятся Тебе абсолютно нет до этого дела Поэтому тебе пришли, попросили, и ты должна им оформить их развод И помочь им в этом деле А Бог говорит, что нет, они здесь нарушают Божью заповедь И ты становишься соучастником этой проблемы И вот здесь то, что нельзя быть соучастником, это точно Сможет ли она обойти, чтобы не заниматься этими случаями, этими делами И заниматься только теми, которые Господь одобряет Это уже я не знаю, как ее практика будет То есть ей нужно очень хорошо осознать риск этой профессии Совершенно верно Даже через ваш лайк Станьте частью вот этого служения, распространения истины Храни вас Господь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok